Продолжение следует... Так что основное внимание мы уделили проблематике Совета Европы, вопросам нашего взаимодействия, вопросам участия России в различных направлениях деятельности этой общеевропейской организации. У нас подтвердилось общее мнение о необходимости для Совета Европы вносить вклад в преодоление дефицита доверия, который сейчас образовался на европейском континенте, вносить вклад в стирание старых разделительных линий и недопущение появления новых на нашем континенте. Мы поддерживаем деятельность организации на таких направлениях, как обеспечение прав человека, включая национальные меньшинства, противодействие экстремизму, агрессивному национализму, расовой и религиозной нетерпимости. И, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы Совет Европы работал без двойных стандартов. Россия будет поддерживать все усилия в этом направлении, в том числе усилия по преодолению искусственно созданного кризиса в парламентской ассамблее Совета Европы. Господин министр ознакомил нас с планами бельгийского председательства относительно проведения министерской сессии Комитета министров Совета Европы 19 мая в Брюсселе. Мы поддерживаем эти планы, поддерживаем предлагаемую повестку дня, рассчитываем, что сможем подготовить значимый и весомый итоговый документ. Мы подробно обсудили ситуацию на Украине, исходим из того, что нет альтернативы полному выполнению всех, без исключения положений, принятого 12 февраля в Минске комплексы мер, включая решение острейших гуманитарных проблем, прекращение экономической блокады, проведение муниципальных выборов, организации конституционной реформы, в том числе с учетом тех рекомендаций, которые в адрес Украины были сформулированы Венецианской комиссией Совета Европы. Эта комиссия в своем недавнем докладе выразила озабоченность за тяжкой процесса конституционных преобразований, а необходимость этих преобразований Венецианская комиссия четко подтвердила. Ну, собственно говоря, об этом договаривались и в Минске, где конституционная реформа, включая, прежде всего, процесс децентрализации, расписана достаточно подробно по конкретным направлениям усилий, которые должны предприниматься на переговорах между Киевом и регионами Украины, включая представителей Луганска и Донецка. Мы также заинтересованы в том, чтобы Совет Европы продолжал и, может быть, даже более активно занимался содействием в обеспечении транспарентного и беспристрастного расследования многочисленных нарушений прав человека на Украине. Совет Европы уже через созданную международную консультативную группу вовлечен в расследование событий на Майдане. С ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года предварительные оценки хода расследования Совет Европы, эта международная консультативная группа под эгидой Совета Европы сформулировала, считаем необходимым, чтобы они были приняты во внимание самым серьезным образом. И рассчитываем также, что аналогичный подход будет проявлен по линии этой международной консультативной группы в отношении расследования трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, о чем тоже имеется договоренность в том, что касается подключения экспертов Совета Европы к этому процессу. Мы рассмотрели состояние отношений между Россией и Европейским Союзом. С обеих сторон заинтересованность в том, чтобы мы преодолевали те проблемы, которые на пути развития этих отношений возникли. Ясно, что это можно делать только на основе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. В этом же ключе мы готовы развивать ключевые направления российско-бельгийских связей. За последние годы совместными усилиями удалось здесь достичь существенного прогресса. Мы ценим наше сотрудничество с Бельгией. К сожалению, сейчас оно сдерживается и даже несколько откатывается назад в результате тех проблем, которые возникли между Россией и Западом на фоне украинского кризиса. Двустороннее торгово-экономическое взаимодействие, интерес к этому прямой и у наших деловых кругов, и у их партнеров из Бельгии. Но пока страдают наши торговые связи, сокращается уже второй год подряд объем товарооборота, причем в основном падение приходится на долю импорта в Россию из Бельгии. У нас существует межправительственная комиссия между Россией и Бельгией и Люксембургом по торгово-экономическому сотрудничеству. Выступаем за то, чтобы в рамках этого механизма искать пути решения соответствующих вопросов. Рассчитываем также на активное участие бельгийской стороны и по линии правительства, и по линии бизнеса в очередном Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. Отметили, тем не менее, несмотря на вот такие спады, целый ряд конкретных проектов, которые российский и бельгийский бизнес согласовывают и договариваются о совместной реализации. В международной повестке дня нас, как и Бельгию, волнует общая ситуация на Ближнем Востоке и севере Африки, ситуации в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене, в том числе в контексте противодействия угрозе со стороны действующих в регионе террористических группировок. Мы одинаково смотрим на итоги встречи в Лозанне по иранской эдерной программе, рассчитываем, что та политическая договоренность, которая была согласована, будет переведена на язык уже практических юридических документов в согласованные сроки, то есть до конца июня этого года. Мы также проявляем интерес к продвижению процесса развития, позитивного развития ситуации на Балканах, где только что был господин министр, о чем он нам рассказал. Я благодарю господина Рейндерса за очень полезную встречу и приглашаю его высказать свои оценки нашим переговорам. Я хочу еще раз поблагодарить своего коллегу господина Лаврова за прием, который он нам вновь оказал в Москве, и за полезное обсуждение двусторонних вопросов компетенции Совета Европы. Я хотел бы отметить несколько моментов. Во-первых, в рамках Совета Европы мы организуем 19 мая министерскую встречу, и мы рады, что по этому случаю мы будем работать вместе по борьбе с радикализмом, экстремизмом, терроризмом. Мы, естественно, обеспокоены различными джихадистскими движениями по всему миру, а также возрождением неонацизма, расизма, радикальных движений в Европе. Мы должны выйти на политическую декларацию Комитета министров Совета Европы и план действий. Вот это наша повестка дня на майскую встречу, и я надеюсь, что мы добьемся успехов. Помимо подготовки заседания Комитета министров Совета Европы, мы активно работаем над реализацией минских соглашений, о том, что касается ситуации на Украине. Здесь также Совет Европы может сыграть свою роль. Эта роль связана с принципиальной, основной дискуссией, которая будет продолжаться в ближайшие месяцы, дискуссией по особому положению Крыма. И здесь также Совет Европы хотел бы гарантировать территориальную цену, властность и суверенитет Украины на все ее территории. Мы также хотели бы практически посмотреть на то, как мы можем содействовать реформам на Украине. И здесь Венецианская комиссия Совета Европы может сыграть активную роль, ведь речь идет о децентрализации, о конституционной реформе. Здесь необходимо подключить всех украинцев для того, чтобы продвинуться по этому пути. Мы также бы хотели, чтобы Совет Европы и ОБСЕ сыграли свою роль в борьбе с безнаказанностью по любым преступлениям, совершенным на территории Украины, которые были отмечены в расследовании. Генеральный секретарь неоднократно подчеркивал необходимость наиболее беспристрастного расследования по событиям на Майдане или в Одессе. Совет Европы также может сыграть свою роль в обмене пленными. Мы внимательно следим за этим процессом, и я был рад получить определенные новости по различным пленникам, в частности, по Амадам Савченко. Естественно, Совет Европы может сыграть свою роль в области прав человека. Здесь он сталкивается с несколькими сложностями в области доступа. На различные территории мы этот вопрос обсуждали. Мы надеемся, что этот доступ в Совет Европы будет предоставлен как в Донбасс, так и в другие регионы, не только на Украине, например, в Абхазию, в Южную Осетию. Здесь Совет Европы мог бы организовать свой мониторинг. То есть на местах у нас очень много работы, которой мог бы заниматься Совет Европы. И Бельгия в этом плане стремится организовать работу в плане консенсуса в Совете министров. У нас есть некоторые дискуссии в парламентской ассамблее, но я в основном рассчитываю на работу в Комитете министров. И в том, что касается прав человека, я хотел бы поблагодарить Сергея Лаврова, потому что после наших последних дискуссий в декабре произошли позитивные изменения, касающиеся некоторых НПО в России, и в частности НПО «Мемориал», который сейчас активно работает на всей территории России. А в том, что касается наших двусторонних отношений, как между ЕС, так и между Россией и Бельгией, мы хотели бы выстраивать их в долгосрочном периоде, подняться над какими-то сложностями, которые мы испытываем в связи с конкретными ситуациями. И в рамках ЕС, и в рамках Бельгии мы начали диалог по энергетике. Здесь мы можем очень многое сделать, и мы работаем в Клубе 21 в Париже над изменениями климата. Я очень рад и приветствую соглашения, к которым могут прийти бельгийские предприятия, российские предприятия, например, бельгийская компания «Флюксис» и российская компания «Новатек» договорились о строительстве терминала по транспортировке жиженного газа в Ейбрюге. Также мы недавно открыли воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Брюсселем. Также обсуждаем возможность связать рейс из Китая, который прибывает в Ленинградский аэропорт с Россией. Мы также надеемся возобновить заседание нашей смешанной экономической комиссии Бельгии-России-Люксембург. Мы, возможно, перенесем ее следующее заседание из-за того, что Бельгия очень занята в рамках председательства в Совете Европы и в рамках своей деятельности в Европейском Союзе, но мы надеемся провести это заседание в начале февраля следующего года. В частности, я считаю, что и Бельгия, и Россия будут регулярно встречаться и на других международных площадках. Мы занимаемся борьбой с экстремизмом и с различными отклонениями. Я не буду повторяться страны, о которых уже опоминал Сергей Лавров. Я очень оптимистично смотрю на продвижение по иранскому ядерному досье в Лазанье. Я надеюсь, что мы будем продвигаться вперед наиболее эффективным образом. Я хотел бы поздравить Российскую Федерацию и ее партнеров с этим прогрессом, которого удалось добиться в Лазанье. Не так часто мы этого добиваемся на международной районе, поэтому здесь есть все основания для того, чтобы их поздравить. Также сегодня мы обсудили некоторые частные вопросы. Я сейчас совершил несколько визитов в балканские страны. И сейчас, конечно же, важно обменяться мнениями по ситуации на Балканах 20 лет спустя после очень жестких конфликтов. Сейчас эти страны развиваются на благо населения всех стран этого региона. Еще раз благодарю за эту возможность обсудить как двусторонние вопросы, так и совместную работу в рамках Совета Европы, ведь это одна из крупных международных организаций, которая позволяет налаживать связи на европейском континенте. Здравствуйте. Вопрос к господину Лаврову. Мы по-прежнему слышим доклады о жестокости, которая по-прежнему разворачивается на Востоке. Украина, мы хотели знать, что еще Россия может сделать для того, чтобы эти соглашения в Минске были реализованы, и как будут отразиваться отношения Россия и Европейской Союз на фоне санкционной политики, которая разворачивается между ЕС и Россией? Санкционная политика у нас не разворачивает. Санкционную политику решил избрать Евросоюз. Мы были вынуждены принять ответные меры, чтобы защитить наших сельскохозяйственных производителей от недобросовестной конкуренции, потому что Евросоюз наказал, так сказать, своими санкциями ряд российских банков, включая те банки, которые финансировали российский агропромышленный комплекс. И, естественно, производители российской сельхозпродукции оказались в проигрышном положении. Вот это и было причиной наших ответных мер на односторонние, нелегитимные санкции, которые были приняты в Европейском Союзе. Если говорить о Минском соглашении, то всеми признается, в том числе уже начинают публично, хотя и нехотя это признавать в европейских столицах, что главными препятствиями на пути реализации этого важнейшего документа являются действия официальных властей в Киеве, которые в одном случае, в случае с обязательством ввести в действие закона об особом статусе этих территорий, перевернули с ног на голову свое обязательство и обусловили рядом неприемлемых требований, требований, которые расходятся с их содержанием минских договоренностей. А в других случаях киевские власти просто затягивают начало работы над целым рядом важнейших вопросов, которые они обязались решать. Это снятие экономической блокады, возобновление социальных выплат и банковских услуг населению на юго-востоке Украины. Это амнистия всех участников событий, которые там происходили. Это, конечно же, решение вопросов о местных выборах по согласованию с представителями Донецка и Луганска и начало конституционной реформы и децентрализации по согласованию с представителями Донецка и Луганска. Для всех этих задач было условлено в Минске создать рабочие подгруппы в рамках так называемой контактной группы. Донецк, Луганск, Россия, представители ОБСЕ уже сообщили имена своих кандидатов в эти подгруппы, а Киев пока этого не сделал. Поэтому на вопрос о том, что может сделать Россия для выполнения минских договоренностей, я отвечу вам просто. Мы уже призываем и будем это делать все более настойчиво и официальной власти в Киеве, и Францию, и Германию как гарантов минских договоренностей наряду с нами, к тому, чтобы было оказано воздействие на правительство Украины, которое необходимо заставить выполнять то, под чем подписался их президент. Мы встречаемся в понедельник в нормандском формате на уровне министров в Берлине. В рамках подготовки к этой встрече она провела очередные послания моим коллегам из Германии, Франции и Украины, в которых в этих посланиях поставил очень заостренно вопрос о необходимости перестать саботировать выполнение минских договоренностей. Ну и что касается, возвращаясь к теме отношений между Россией и Евросоюзом, конечно, на этом фоне достаточно оригинально выглядит недавно принятое решение Евросоюза о том, что санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не выполнит минские договоренности. Я думаю, абсурдность такой постановки вопроса понятна уже и ответственным членом самого Евросоюза. И надеюсь, что все-таки понимание реальных причин невыполнения Минска-2, оно будет не просто излагаться нам в частных беседах, а будет переведено на язык практической политики между европейскими столицами и Киевом. И еще один комментарий в связи с Вашим вопросом. Вы спросили, каковы перспективы взаимоотношений России и Европейского Союза на фоне санкционной политики. Вы знаете, даже после того, как Евросоюз ввел санкции, мы не замораживали отношения с Брюсселем. Брюссель прервал все контакты, которые были структурированы в течение многих лет и помогали поддерживать регулярный доверительный диалог, заблаговременно ставить возникающие вопросы и своевременно их решать. Брюссель отказался от проведения саммитов. Брюссель уже много лет, кстати сказать, еще за долго до Украины не проводит с нами постоянный совет партнерства, который предполагает обзор всего комплекса отношений между Россией и Евросоюзом. Брюссель заморозил все отраслевые диалоги. Правда, в январе был у нас господин Шевчевич, который высказал идею о возобновлении энергетического диалога, по крайней мере. Но дальше этого мы высказали согласие, но дальше этого заявления дело не пошло, ожидаем практических шагов. Поэтому не от нас зависит нормализация отношений, не от нас зависит вывод этих отношений между Москвой и Брюсселем из достаточно глубокого тупика, в который их завела односторонняя санкционная политика. Но мы знаем, что и в Евросоюзе, я бы сказал, большинство стран не испытывает никакой радости от нынешней ситуации. К сожалению, там есть такое агрессивное меньшинство, которое пытается спекулировать на так называемом принципе солидарности и пытается обеспечивать солидарность на основе наибольшего антироссийского знаменателя. И в январе, мы об этом знаем, говорили сегодня, была встреча Совета министров иностранных дел стран Евросоюза. Там была предпринята попытка сформулировать какую-то компромиссную платформу для того, чтобы начать постепенно со стороны Евросоюза выстраивать диалог с Российской Федерацией. Эта попытка не увенчалась успехом. Повторю, не мы инициировали замораживание связей и будем готовы к их возобновлению, как только до этого созреют наши европейские партнёры. Спасибо. Теперь от российских журналистов. Телеканал Life News, пожалуйста. Спасибо. Телеканал Life News, Регина Орехова. У меня вопрос к господину Рейндерсу. Скажите, пожалуйста, вот ситуация с российской делегацией в ПАСЕ, она каким-то образом отражается на взаимоотношениях с Россией в других органах Совета Европы? Спасибо. Спасибо. Мы пытаемся разделять эти переговоры между парламентской ассамблеей и в Совете министров. Они играют совершенно разные роли, и поэтому мы стараемся не обсуждать это, потому что это было решение, принято парламентариями в ассамблее. Я надеюсь, что 19 мая во время Совета министров мы сможем выработать политическое соглашение по борьбе против радикализма, экстремизма и терроризма. И я жду документы и предложения от России по этому вопросу. Мы сможем списать это в подготовку общей декларации. И у нас также есть план действия. Что касается Украины, мы пытаемся работать на принципе консенсусы. Я знаю, что по некоторым аспектам украинского края это очень сложно. В частности, я говорю о желании большинства государств в Совете Европы гарантировать целостность территории Украины и Крыма. Но за пределами этого мы работаем на принципе консенсуса и смотрим, что может конкретно сделать Совет Европы. Мы пытаемся понять, как говорил Монтеске, найти компромисс между парламентом и Советами министров с другой страны. Я думаю, что это то, над чем работает Бельгия. Сначала свое председательство и это то, чем мы закончим наше председательство в Совете Европы. Спасибо. Еще один вопрос от бельгийских коллег. Спасибо. У нас был второй вопрос агентства Бельгия. Вопрос к господину Рейндерсу. Почувствовали ли вы с российской страны желание сделать шаг вперед в том, что касается Украины, а также, в частности, шаг вперед по отношению к Совету Европы, по ситуации других НПО в России, например, International Crisis Group. То, что касается ситуации в Совете Европы, я рад, что мы работаем действительно вместе, я надеюсь, эффективно работаем вместе. Я сказал об этом, потому что в конце марта нам устало достичь соглашения на Совете министров юстиции. В том, что касается постановлений Страсбургского суда по правам человека, мы работали с очень активным участием России. На заседании комитета министров в мае мы будем активно работать над борьбой с терроризмом и радикализмом. Помимо этого, с обеих сторон есть стремление использовать минские соглашения как единственный способ регулирования ситуации на Украине. Есть какие-то расхождения восприятия, причин блокировки реализации минских соглашений. Я надеюсь, что предстоящая встреча в Берлине в нормандском формате позволит выдвинуться на следующий этап в этом процессе. И я буду работать над тем, чтобы Совет Европы здесь оказывал содействие. В том, что касается различных институтов, НПО, как я напомнил, ситуация развивается вполне благоприятным образом, в частности, положение НПО «Мемориал», о котором мы говорили в декабре, оно меняется к лучшему, и мы также обсудили, как будут развивать свою деятельность различные другие НПО, как International Crisis Group, так и Amnesty International. То есть это те вопросы, по которым мы еще будем двигаться вперед по итогам обсуждения закона об иностранных агентах. Но я хочу сказать, что наша общая воля состоит в том, чтобы сохранялись места для диалога, в частности, речь идет и о Совете Европы. Мы обсуждаем очень сложные проблемы в краткосрочном периоде, но есть общая воля продолжения этого диалога в рамках Совета Европы, в рамках развития отношений между ЕС и Россией. Мы готовы выстраивать новые отношения в среднесрочном, в долгосрочном периоде для того, чтобы справиться с срочными кризисами. Спасибо. Мы участвуем в работе Совета Европы. Мы рассматриваем эту организацию как уникальную структуру, обеспечивающую, или, по крайней мере, призванную, обеспечивать единство правового пространства всего нашего континента. Россия активно способствует реализации именно такой миссии Совета Европы. Сегодня мы обсуждали те сложности, которые на этом пути возникают в связи с попытками Европейского Союза отыграть назад по целому ряду очень важных направлений и попытаться поставить свое право, право Евросоюза, выше права Совета Европы, выше тех универсальных общеевропейских конвенций, которые составляют основу этого единого правового пространства. Это проявило в частности в решении Евросоюза, ссылаясь на судебные процессы, которые в суде в Люксембурге проходили, заморозить присоединение к Европейской конвенции о правах человека в решении Евросоюза о том, чтобы отложить на неопределенный срок присоединение к конвенции о защите персональных данных. Опять же, с намерением сначала решить эти вопросы внутри Евросоюза, а потом уже, так сказать, нам, всем остальным, как бы, членам второго сорта в Совете Европы свои окончательные суждения вынести. Это очень серьезный, радикальный разворот Брюсселя в сторону от того, о чем договаривались всегда, что Совет Европы и его право должно быть на первом месте. Очень долго шли переговоры, чтобы этот принцип Совета Европы сначала был акцептован. Он был акцептован. Сейчас от договоренности наши партнеры из Евросоюза отошли. Я знаю, что страны ЕС, не все страны ЕС испытывают по этому поводу удовлетворение. Мы сегодня обсуждали с господином Рейндерсом. Он разделяет наши озабоченности. Но, наверное, нужно какие-то меры предпринимать, чтобы все-таки эту системную проблему, связанную с тем, как и кто принимает решение в ЕС, как-то ее тоже решить, дабы не страдали общеевропейские интересы, общеевропейские проекты. Что касается нас и практической работы Совета Европы, мы в ближайшие недели будем утверждать 25 отраслевых программ сотрудничества между Россией и Советом Европы. Мы на завершающей стадии процесса ратификации очень важной конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медикаментов и средств медицинского назначения, конвенции Медикрим, так называемые. Мы внесли активный и деятельный вклад в разработку проекта дополнительного протокола к конвенции Совета Европы о противодействии терроризму. Протокол, который будет посвящен борьбе с проблемой иностранных террористов-боевиков. Рассчитываем, что он будет готов к подписанию министерской встречи в Брюсселе 19 мая. Ну и Россия полноценно, полноправно участвует в работе Конгресса местных региональных властей, где у нас руководящие позиции в результате состоявшихся недавно выборов, в конференции международных неправительственных организациях, во всех конвенционных органах Совета Европы. Поэтому, еще раз подчеркну, в наших интересах, чтобы эта структура действовала в интересах всех, без исключения стран, на основе тех принципов, которые заложены при создании Совета Европы, принципы равноправия всех государств-участников. Ну и упоминались сегодня вопросы о правах человека, о неправительственных организациях. Мы на эти темы ведем откровенные дискуссии, готовы отвечать на все озабоченности. Рассчитываем, что и комментируют комиссар Совета Европы по правам человека, господин Мужниекс, будет более пристально обращать свой взор на застарелые проблемы с правами человека на европейском континенте, в частности, проблемы без гражданства в Эстонии и в Латвии. Сотни тысяч жителей Евросоюза не имеют права голосовать, быть избранными, не имеют многих других прав, которые, в общем-то, органично присущи любой нормальной стране и ее гражданам. И, конечно, мы озабочены тем, что комиссар Совета Европы по правам человека практически не уделяет внимания ситуации, катастрофической гуманитарной ситуации на юго-востоке Украины. Рассчитываем, что эти перекосы будут исправлены. Ну, собственно говоря, конечно, нужно обратить внимание и на обеспечение прав человека по всей территории Украины в том, что касается, например, доступа к средствам массовой информации. Так что мы в постоянном диалоге с Советом Европы, с его секретариатом, с его институтами и считаем такой диалог полезным для того, чтобы все участники этого процесса стимулировались к дополнительным шагам на общее благо. Спасибо. Завершающий вопрос. РЕН-ТВ, пожалуйста. Спасибо, РЕН-ТВ. Новости 24. Вопрос обоим министрам. Пожалуйста, скажите, как Вы можете оценить усилия европейского сообщества в урегулировании конфликта на Украине и в продолжении этого вопроса? Чего Вы ожидаете от берлинской встречи? И можете ли Вы, мистер Рейндерс, подтвердить свое участие в ней уже сейчас? Спасибо. Во всяком случае, участие представителей Евросоюза в нормандском формате осуществляется через Францию и Германию. Ожидание – это конкретные шаги по реализации Минских соглашений. Это единственный путь политического урегулирования. И мы сегодня утром обсуждали различные вопросы с Российской Федерацией о том, как киевские власти осуществляют эти соглашения. Мы говорили о том, как Россия может способствовать реализацию этих соглашений. Но конкретное ожидание – это собрать всех вместе, чтобы все двигались по этому пути. ОБСЕ также должна играть свою роль. Мы об этом говорили. И Сергей Лавров готов усиливать роль ОБСЕ на горячих точках, где констатируется нарушение перемирия. Совет Европы должен играть свою роль в том, что касается реформ. Мы должны сопровождать необходимые реформы, которые должны проводить сами украинцы. И только так мы сможем регулировать ситуацию на Украине не только с помощью различных внешних участников, но и с помощью национального диалога всех политических сил на Украине. И мы в таком ключе и используем такие встречи, как та, что пройдет в понедельник. Мы хотим посмотреть, что конкретно мы можем сделать по Минским соглашениям. Я повторю коротко, я уже касался этого вопроса, отвечая на один из предыдущих вопросов. Главная задача, которая стоит перед всеми нами, включая Европейский Союз и все Европейские институты – это добиться полного всестороннего выполнения минских договоренностей от 12 февраля, строго соблюдая их последовательность, последовательность шагов, которые в этих договоренностях предусмотрены. И не пытаясь отвлекать внимание какими-то новыми инициативами, потому что я уже слышу какие-то идеи, давайте займемся углублением минских договоренностей. Мы так никогда не завершим процесс углубления и расширения. Там все четко записано и главное добиваться от всех сторон их неукоснительного выполнения. К этому готовы Донецк и Луганск, которые в частности проявили добрую волю после того, как в нарушении своих обязательств украинское руководство приняло закон об особом статусе этих территорий с неприемлемыми требованиями, предварительными условиями. О чем никто не договаривался, договаривались об обратном, что это будет безусловное введение в силу закона об особом статусе. Нам пришлось, не скрою, используя наши отношения с Донецком и Луганском, приложить немало сил, чтобы убедить их не выходить из переговорного процесса в ответ на грубейшие нарушения минских договоренностей Киевом. Мы смогли это сделать. И сейчас, повторяю еще раз, они выдвинули своих представителей для участия в формируемых рабочих подгруппах, контактной группы. То же самое сделали мы, то же самое сделали представители ОБСЕ. Киев пока этого не сделал. И всячески хочет затянуть создание вот этих важнейших механизмов, которые будут обеспечивать постоянный устойчивый диалог с участием всех заинтересованных сторон. Так что европейское сообщество, Европейский союз могут активно помочь урегулированию конфликта на Украине путем воздействия на Киев, с которым у него очень тесные отношения и который прислушивается к Брюсселю, как я знаю, воздействовать на него с тем, чтобы перестать саботировать выполнение этого важнейшего документа. Этим будем заниматься, конечно же, и в Берлине в понедельник. Спасибо. На этом пресс-конференцию завершаем. Спасибо.